Всем привет! С вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Вчера я устроил себе выходной и весь световой день посвятил рыбалке. К сожалению улов был весьма скромный, да это и не удивительно, потому что вчера была теплая погода, а сегодня приличный минус. А как вы знаете рыба не любит резких изменений погоды, поэтому рыбалкой не задалась. Но сегодня солнечным морозным утром я вышел прогуляться к водоему и не поверил своим глазам. Начал становиться лед. Подходя сверху издалека мне показалось, что это игра солнца и теней, но нет, это все-таки начал устанавливаться лед. Это очень удивительно, потому что на таком большом открытом водоеме и всего лишь за одну ночь с небольшим минусом около 7 градусов мороза. Не знаю, это большая редкость, чтобы хотя бы у кромки воды установил стал лед. Кстати здесь тоже как видите все открыто, гуляют небольшие волны, а вот местами есть вот такие вот замерзшие льдинки. Поэтому есть надежда, что скоро становится лед и рыбалка кардинально изменится. У меня будет возможность хорошенько поискать рыбку. Можно будет привозить своего кота Найка, потому что пока с его пропитанием здесь будет сложно. Мышей он не очень любит, а рыбку очень уважает. В общем вот такие вот дела. Сегодня буду заниматься утеплением двери и установкой мачты для солнечной панели. Сегодня очень солнечный день, надеюсь панель неплохо зарядит аккумулятор. Возле моего мостика тоже небольшая корка льда покрыла воду. Как ни странно, дальше нигде не вижу таких же обрывков льда. Только лишь возле моего лагеря. Да, скорее бы уже зимняя рыбалка. Пришло время заняться утеплением двери. В качестве утеплителя у меня будет поролон, а оббивать я его буду по выходканью. Первым делом откручу шпингалет и установлю на его место вот такой деревянный брусочек, который имеет толщину поролона, чтобы когда шпингалет буду ставить на место, он не вдавил поролон до самой двери. Смотрите. 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 Двери втянули в себя влагу и теперь немного затирают при закрытии. Я хочу их немного подшлифовать с помощью такого брусочка с наждачной бумагой. Поролон я закрепил на вот такие канцелярские кнопки, хотя он весь порванный, очень старенький. Но довольствуюсь тем, что есть. Эти дырки я залатаю небольшими кусочками и теперь буду оббивать это все баннерной тканью. Баннерную ткань я вырезал с запасом по 5 сантиметров по всему периметру. Теперь буду подворачивать вот так вот в два слоя, так чтобы заходило на дверные зазоры, чтобы исключить сквозняки. Хорошенько подтягиваю и прибиваю декоративными гвоздиками. Вот так. Вот так. Посмотрю насколько хватит мне по количеству этих гвоздиков. Возможно пробью еще вот так между этими, чтобы плотнее прилегало. Все зависит от количества их. Немного неровно получается. Если вы помните, здесь по диагонали всей двери шла такая рейка, которая сдерживала старенькую дверь от того, чтобы она развалилась. Поэтому есть небольшие складки. Ну а так в принципе мне нравится. Это все-таки землянка. Здесь главное функционал, а не красота. В общем продолжаю прибивать. Хотк. В olden дом shadow. ИНТРИФИНСКИ В ЭТСКИ еще несколько гвоздиков и двери готовы в тюрьме Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Двери утеплены, плотно закрываются, щелей нигде не видно Ну и собственно я готов к зимовке Сегодня замечательная солнечная погода, но заряд с панели идет минимальный Вчера вечером шел мокрый снег с дождем И налипли вот такие вот остались капли замерзшие Которые до сих пор не оттаивают И я так понимаю из-за этого идет плохой заряд Поэтому придется ее сейчас снять Отсоединить от проводов и занести в помещение, чтобы она оттаила Ну и сегодня я наконец-то займусь мачтой для установки солнечной панели В землянке панель очень быстро оттаяла, я протер ее от воды И теперь заряд пошел с новой силой Ну а пока на улице еще прохладно, я займусь приготовлением обеда На обед у меня будет жареный картофель Банальное блюдо, которое умеет готовить каждый школьник Но как оказалось, даже не каждый взрослый умеет правильно приготовить жареную картошку У некоторых получается какая угодно Пареная, вареная, тушеная, но никак не жареная картошка Ну а чтобы приготовить ее правильно, на это есть несколько нюансов О которых я в двух словах сейчас расскажу Жарить картошку я буду на сале Поэтому первым делом нарежу сало кубиками и отправлю в сковородку растапливаться Основным моментом в приготовлении картошки Готовить ее нужно на сильном огне Поэтому я подкинул в печь побольше бревнышек Второй момент, это способ нарезки картофеля Я больше всего люблю нарезать соломкой, как картофель фри Здесь тоже есть один нюанс Если вы готовите одну порцию, как я в данный момент То вполне можно нарезать таким способом Но если вам нужно приготовить несколько порций для всей семьи То такой способ не подойдет, потому что при маленькой сковородке Если вы вложите ломтики в несколько слоев, больше чем в два То при перемешивании они скорее всего у вас поломаются Поэтому тут нужна либо большая сковородка Чтобы получалось не более двух слоев Либо жарить в несколько подходов Что тоже не очень удобно Но есть еще один способ нарезки С помощью которого можно приготовить именно полную сковородку И перемешивая с ним, с ней ничего не случится Она не будет ни ломаться, ни разминаться Если вам интересно, пишите в комментах Я когда-нибудь приготовлю таким способом Если приедут гости, придется И нужно будет готовить большие порции Картофель нарезан, теперь займемся луком Лука будет достаточно половины луковицы А вторую половину я использую для других целей Лук режу крупными полукольцами Это который для жареного картофеля А остальную половинку нарезаю тоненькими полуколечками Это будет замечательная закуска Из выжарок, из сала Ну что ж, крупно нарезанный лук отправится в жареную картошку А мелко нашинкованный Мы выкладываем в мисочку Немного разминаем, чтобы он Разошелся по своим волокнам Посыпаем немного сахаром И немного уксуса Сало вытопилось И вот эти шкварочки засыпаем прямо в лук Если вы положили много сала И чересчур много жира получилось То можно смело вместе с жиром добавлять в лук Вот так будет шкварчать и немного Пропариться, прожариться Вот такая вот Запах обалденный получается Особенно если горячим жирком сюда капнуть Вот как он шкварчит И сразу же добавляем нарезанный картофель в сковородку Еще раз говорю, огонь должен быть сильный С моей печкой это довольно сложно сделать Чтобы хорошенько раскалить плиту Приходится активно отопить И становится Ну очень жарко Сейчас открою дверь И поддувало Чтобы поинтенсивнее было горение Вот Ну как я говорил Желательно, чтобы Не было более чем Два слоя картошки Иначе она будет ломаться И не будет того эффекта Румяной корочки Ну в общем это уже будет не жареная картошка Теперь оставляем ее без крышки На 3-4 минуты Не подходя к ней и не трогая Ну а если собралась мужская компания И есть аперитив И вот такая шикарная закуска То как правило Не останется ни того ни другого Еще до готовности основного блюда Картошка продолжает жариться Как я говорил 3-4 минуты С ней подходить не стоит Ну что, прошло несколько минут Перемешиваем картошку Вот у того как образовалась Такая золотистая корочка Вот такая красивая получается картошечка Ничего не ломается Целенькая Макдональдс отдыхает Ну и теперь добавляем лук Лук пока не перемешиваем Оставляем еще на 3 минутки Чтобы он немного размяк И пропарился Солить пока не надо Спустя 3 минуты солим Перчим Переворачиваем Перемешиваем второй раз Уже вместе с луком Ох и запах пошел Помешали еще раз Солим и перчим Прошло еще пару минут Перемешиваем в третий раз Уменьшаем огонь на минимум Вот так И накрываем крышкой Минут на 5-7 В общем до готовности Ну вот и готова Жареная картошка Такое простое блюдо В принципе приготовить можно по-разному Ну а кто готовит так же Или еще вкуснее Пишите в комментариях Если не сложно Поддержите лайком Ну а я сейчас поем И снова приступаю к работе Так что Как говорит Андрей Малахов Не переключайтесь Бельчонок сидит на дереве Что все орехи уже поели мы Все орехи уже поели После обеда потеплело Снова плюс Все растаяло Опять слякоть и грязь Ото льда не осталось и следа Но вода уже хорошо остыла Поэтому стоит придавить хорошему морозу Буквально на 2-3 дня Я думаю что все водохранилище покроется Льдом и уже будет держаться Всю зиму и постепенно нарастать Ну а пока мы в ожидании зимней рыбалки Я займусь Установкой панели на мачту Такое бревнышко я нашел Изначально я думал Вот этот рогатик Поставить в панель Чтобы было две точки опоры Она держалась более жестко Но потом решил что так будет сложно сделать Так чтобы она поворачивалась По солнцу Поэтому передумал И этот рогатик пойдет в землю В ямку я его закопаю А сверху Закручу один саморез И на нем как на оси Будет вращаться Не вращаться А я ее буду вращать По солнцу По мере его Продвижения по горизонту Сразу вкручу саморез Потому что когда Столбик уже будет стоять В вертикальном положении Уже будет не очень удобно И я буду его вкручивать Вот так А сейчас займусь Подготовкой ямки Для мачты Продолжение следует... 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 вот панелька уже на месте опять же с помощью все той же проволочки очень надежно закреплена здесь тыльной стороны есть крепежные отверстия штатные специальные под проволоку вот так остается сделать такие распорные для регулировки угла я уже вижу комментарии по поводу что делаешь тяп-ляп на проволоке да на изоленте на самом деле в лесу сильных ветров не бывает да тем более в этом овраге поэтому считаю эту конструкцию достаточно надежной ну и по этому поводу есть старенький но в тему и смешной анекдот когда мужик приходит в автомагазин и спрашивает у вас есть запчасти на Ниву ну да что конкретно вас интересует ну там проволока изолента есть конечно но странная у вас Нива все запчасти от УАЗа подходят вот готов еще один сложнейший регулировочный элемент с помощью него я смогу регулировать наклон панели вертикальной плоскости вот таким образом так как солнце сейчас высоко от горизонта не поднимается поэтому такого небольшого диапазона будет достаточно ну и соответственно можно вращать в течение дня и ловить солнце по мере его продвижения по горизонту в общем вот такая вот конструкция получилась очень надежно держится вот панелька я закончил надеюсь этот механизм добавить и немного производительности но сейчас пока есть немного времени до темноты я схожу на рыбалку но с вами буду прощаться всем спасибо за просмотр всего доброго до встречи в следующем видео ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!